Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Деминой. И вот о чем речь пойдет сегодня в выпуске. Перезагрузка региональной власти. На оперативном совещании Олег Мельниченко озвучил первые кадровые изменения. Структура позволит нам избежать разного рода бюрократических пересечений, убрать лишние барьеры. 300 квадратных метров стройматериалов. На территории фабрики игрушек сгорел склад. Пришел на рабочее место, взял огнетушитель. Как смог, тушил, но не помогло. Туризм глазами подростков. В Пензе проходит слет молодежных клубов РГО «Сурский компас». У нас будет три тренинга про стори-теллинг, про самопрезентацию и про работу со СМИ. Теперь подробнее об этих и других событиях. В структуре региональной власти произошли кадровые изменения. Напомню, на церемонии инаугурации на прошлой неделе руководитель Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что работа на благо Сурского края – задача не одного человека, а высокопрофессиональной управленческой команды. Первые шаги в ее формировании сделаны сегодня. Подробности в материале Елены Моисеевой. Вместо 25 органов исполнительных власти региона останется 19. Постановление об их регистрации уже подписано. На оперативном совещании в правительстве области Олег Мельниченко сообщил, что реформа системы управления вступает в заключительную фазу. Данная структура позволит нам избежать разного рода бюрократических пересечений, убрать лишние барьеры и более эффективно работать по тем направлениям деятельности, которые у нас намечены. И сразу о первых кадровых назначениях. Вице-губернатором, руководителем аппарата главы региона и правительства стал Сергей Федотов. Ранее он занимал пост временно исполняющего обязанности начальника Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области. В ведение Сергея Валерьевича переходит вновь сформированный Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей с Государственным юридическим бюро и Департамент по делам архивов с Госархивом Пензенской области. Первым заместителем председателя правительства назначен Виктор Кувайцев. Он будет заниматься сферами строительства и жилищного хозяйства, а также курировать Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. В ведении Олега Ягова на должности первого зампреда остается областное Министерство образования, Министерство физической культуры и спорта, сектор по обеспечению деятельности, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Заместителями председателя правительства стали Лариса Рябихина и Алексей Кустин. Последний будет контролировать деятельность Министерства цифрового развития, транспорта и связи. Под его личную персональную ответственность реализация инвестиционного проекта в рамках инвестиционного бюджетного кредита, который выделяется в Пензенской области 3,2 миллиарда рублей. Это проект, связанный с модернизацией общественного транспорта Пензенской городской агломерации. Персонально отвечаешь, Алексей Владимирович, за эту тему. Все победы твои, все провалы тоже твои. Министерство внутренних и информационных политики теперь в подчинении непосредственно губернатора. Олег Мельниченко также напомнил, что первым заместителем руководителя аппарата и правительства региона назначен Евгений Хегусейнов. Временно исполнять обязанности начальника областного департамента СМИ будет Анатолий Бодров. Еще три чиновника, Николай Симонов, Валерий Хибиспалов и Вячеслав Космачев, пока остаются в своих должностях с приставкой в Рио. Утром на Южной Поляне, на территории фабрики игрушек, случилось крупное возгорание. Пламя охватило одноэтажный металлический склад. Наша съемочная группа оказалась на месте происшествия одновременно с пожарными расчетами. В 10 часов утра сразу несколько пожарных машин спешили по адресу Калинина, 135. Сообщение о возгорании в районе фабрики игрушек на пульт диспетчера поступило за несколько минут до этого. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений небо заволокло черным густым дымом. Открытый огонь охватил складское помещение на площади 300 квадратных метров. Грохот такой-то и пожар. Без склада ничего не успели. Все сгорели. С верхнего этажа. Я сам пожар не видел. Уже подошел, уже верхний этаж горел. Но когда они находились? Нет. На другом складе. Пришел на рабочее место, взял огнетушитель. Как смог, тушил, но не помогло. Сотрудники успели выбежать из помещения, когда поняли, что загорелась кровля. Отходить далеко от рабочего места никто не спешил. Все ждали, когда пожар будет локализован и ликвидирован. На это потребовалось немало времени. Внутри хранилось много изделий из пластика. В результате пожара сгорел и выгорел по всей площади металлический склад, внутри которого находились строительные материалы. В настоящее время на месте работы продолжают работать пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По предварительным данным, пострадавших в этом крупном пожаре нет. На месте продолжают работать дознаватели. Им предстоит установить причину возгорания. В Пензенской области зафиксирован новый суточный антирекорд по количеству инфицированных COVID-19. Коронавирус обнаружен у 255 человек. Таким образом, с начала пандемии опасный недуг подтвержден более чем у 71 тысячи жителей региона. Также известно, что с болезнью не справились еще 20 пациентов. Успешно завершили лечение и выписались из медучреждений 62 пензенца. Всего в списке выздоровевших около 58 тысяч наших земляков. Как отмечают медики, новый штамм коронавируса все чаще поражает молодежь. Чтобы повысить уровень коллективного иммунитета, в скором времени привиться от коронавируса в нашей стране на добровольной основе смогут и подростки. На проведение третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины «Спутник Ви» направлено более 100 миллионов рублей. И как только будет получено основополагающие документы для проведения вакцинации подростков, то мы начнем тоже вакцинировать. Хочу предупредить население сразу, что вакцинация будет проходить добровольно, чтобы не было шквала обращений, жалоб. Вакцинация однозначно будет добровольно. Возраст он уточняется, либо это будет с 15, либо с 12 лет. Но тем не менее, пускай те, кто не хотят прививать своих детей, пускай они волнуются. Те, кто хотят привить своих детей, они обязательно получат эту вакцинацию. По прогнозам специалистов, иммунопрофилактические мероприятия от COVID-19 для подростков могут начаться в Пензенской области уже в ноябре. Как только медицинский препарат зарегистрируют, сразу же начнется его массовое производство и поставка в субъекты страны. Вакцинация не отменяет соблюдение других профилактических мер. Напомню, в конце прошлой недели городские власти объявили о введении в крупных торговых центрах так называемого входного фильтра. У посетителей теперь обязаны измерять температуру и проверять наличие защитной маски. Как горожане следуют установленным правилам во время рейда проверили полицейские, представители мэрии и мои коллеги. Вечер выходного дня – лучшее время для того, чтобы проверить, насколько сознательно пензенцы, посещающие магазины. Сотрудники городской и администрации Октябрьского района при поддержке полицейских выбрали три крупных торговых центра в Дальнем Арбекове. Первое, что их интересует – наличие защитной маски. Всегда ли вы в маске? Всегда. Магазин, больница? Везде в маске хожу. Те, кто игнорирует требования соблюдать масочный режим, рискуют получить административный протокол. Его полицейские составляют прямо на месте. Как правило, это всегда посетители. Что касается персонала, то в ответе за сотрудников – вышестоящее руководство. У нас продавцы всегда в масках и перчатках. Покупателям мы на входе предупреждаем, чтобы одевали все маски. Маски у нас бесплатные на кассах даются. У кого нет масок, мы предлагаем. Предупреждение о необходимости носить маски и использовать средства дезинфекции можно прочитать на многочисленных специальных листовках. В них прописано также, что тем, кто игнорирует эти требования, продавцы вправе отказать в обслуживании. Арендаторы помещений о новшествах тоже знают. К примеру, в салонах красоты с закрытым наполовину лицом как мастера, так и их клиенты. В журнал ведете измерение температуры тела сотрудников своих? Да, конечно, ведем. Средства обработки, все где-то есть? Да, в самоказе средства обработки. Все обслуживаете покупателей только в масках, да? Мы даже не пускаем их. Нет, некоторые спорят. Но все же, отмечают сотрудники торгового центра, большинство посетителей предпочитают спору разумное решение и, завидев полицейских, спешно надевают защитную маску. Впрочем, начиная с 4 октября, таким гражданам не получится попасть внутрь здания. В регионе начал действовать так называемый входной фильтр. Он подразумевает более строгий контроль за соблюдением антиковидных мер в общественных местах. На очереди криминальная хроника. Две жительницы Пензы 32 и 37 лет предстанут перед судом за организацию занятий проституцией. Женщины осуществляли незаконную деятельность с февраля прошлого года по апрель 2021-го. Нанятые ими девушки, как правило, в съемных квартирах оказывали желающим интимные услуги. Платные сексуальные услуги под видом эротического массажа оказывали 10 девушек в возрасте от 20 до 30 лет. Двое из которых выполняли обязанности администраторов, в задачи которых входил прием и учет поступающих от потенциальных клиентов телефонных звонков, показ клиентам женщин, оказывающих сексуальные услуги, осуществление сбора и распределение заработанных денежных средств после смены. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. За организацию занятий проституцией женщинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет. К другим темам. Все остановочные павильоны областного центра планируют привести к единому дизайну. Сейчас в Пензе завершается монтаж четырех таких объектов. Рассказывает Ольга Сайганова. Несмотря на то, что все остановки делаются по типовому плану, проектировщики уверяют, что пожелания жителей они все же учитывают. Так в четырех павильонах этого года стекло на кровле будет затонировано. К тому же, говорят дизайнеры, пыль и грязь на затонированном стекле незаметны. В остальном это привычные и универсальные конструкции. Металлический каркас и стеклянная задняя панель. В прошлом году мы поставили порядка шести остановок. В этом году на текущий момент мы смонтировали уже четыре остановки. Это библиотека имени Лермонтова. Это у нас получается остановка цирк, где сегодня мы находимся. Это остановка проспект Победы в центр, которая находится рядом с памятником Победы. И четвертая остановка это салон быта, направление тоже в центр, то есть это Арбекова. Контракт на строительство четырех остановочных павильонов мэрия заключила месяц назад. На изготовление одного объекта в среднем уходит порядка двух недель. Это с учетом своевременной поставки комплектующих. Сроки по меркам любых строительных работ сжатые. На противоположной стороне проезжей части к установке остановочного павильона подрядчик пока не приступил. Здесь спешно устраняются порывы на инженерных сетях и продолжаются работы по благоустройству. В России могут появиться новые туристические маршруты. Их разработкой займутся активисты слета молодежных клубов Русского географического общества во время слета «Сурский компас», который стартовал в областном центре. Главная тема – встречи, туризм и культурно-историческое наследие регионов в контексте работы с молодежью. Что ждет участников, знает Анна Ворнова. В их смелых мечтах новые комфортные туристические маршруты, которые помогут раскрыть родные регионы с другой страны. Участники слета молодежных клубов РГО готовятся представить свои наработки и идеи экспертам и коллегам из других областей, краев и республик. Всех ребят ждет насыщенная программа. У нас будет три тренинга про стори-теллинг, про самопрезентацию и про работу со СМИ. У нас также будут мероприятия, в которых будут участвовать непосредственно сами участники. Это три круглых стола и еще четыре тренинга игры непосредственно от самих участников. Все эти темы они должны были заранее прописывать в своей заявке. И участники отбирались именно по силе тех тематик, которые они предлагают. Например, участникам расскажут, почему экскурсии должны быть буквально объяснением в любви. Поговорят и о туристическом рынке, его наполняемости, плюсах и минусах существующих маршрутов. Когда ты живешь в таком городе, ты к нему всему привыкаешь. То есть ты уже везде был, ты все знаешь, и тебе это уже не так сильно интересно. А поехать там даже тоже «Золотое кольцо» маршруту мы разрабатывали на предыдущем слете, проект похожий. Вот как раз организация туристического маршрута со школьниками по «Золотому кольцу». Ну и цена дорогая выходит, в принципе, и время тоже затратное. То есть, ну как бы, как вот реализовать этот момент, чтобы было и быстро, и комфортно, и удобно, из-за наших больших, опять же, расстояний, пока непонятно. О культурно-историческом наследии участники молодежного слета будут не только разговаривать в течение нескольких дней. Для активистов подготовлены выезды в музей и усадьбы, которые расположены за пределами областного центра. Там продолжится обсуждение актуальных вопросов туристической сферы. В России сегодня отмечается День гражданской обороны. В этом году структуре исполнилось 89 лет, и сейчас это важнейший механизм реализации основных задач, возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности людей. Наша региона является достаточно спокойным, но относительно спокойным. Все у нас имеет понятие относительности. И действительно, в Пенинской области каких-то крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, риски возникновения таких чрезвычайных ситуаций, они минимальны. Но в то же время, в прошлом году была завершена работа совместно с правительством Пенинской области по определению границ зоны затопления и подтопления Пенинской области, согласно которой у нас на сегодняшний день попадает 77 населенных пунктов из 23 муниципальных образований Пенинской области. Более подробно о ежедневной работе специалистов подразделения узнаете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир сегодня, сразу после этого, в выпуск новостей. Через минуту мы продолжим. Оставайтесь с нами. Готовые стратегии на Камон.ру. Удобный сервис для разумных инвестиций. Новый дом на окружной 16 – это квартиры с большими кухнями, удобными гардеробными, панорамными окнами на лоджии. А еще в доме своя котельная, а значит, всегда тепло. Все для счастливой жизни. Звоните 72-16-16. Застройщик ООО «Новые технологии». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Организация «Похорон». 30-55-55. Круглосуточно. Настоящий кавказский фастфуд. В Пензе в 175-м универсаме открылось кафе с восточным колоритом. Заведение позиционирует себя как пункт быстрого питания, при том, что для приготовления национальных блюд там используют только натуральные фермерские продукты. Убедиться в этом могут все желающие. Еда готовится прямо на глазах посетителей. Сегодня невероятное открытие вкуснейших кавказских блюд. Это «Зе Кухня». Кафе, которое радует вас своими прекрасными, горячими, вкусными блюдами. Кафе «Зе Кухня». Друзья, добро пожаловать. В Ближнем Арбекове теперь можно отведать блюда армянской, грузинской, азербайджанской, абхазской и других кухонь народов Кавказа. В 175-м универсаме открылось кафе с национальным колоритом. Главный принцип заведения – отменное качество по доступным ценам. Повара используют исключительно свежие, натуральные фермерские продукты. А за процессом приготовления прямо из зала могут следить сами посетители. Те, кто уже побывал в кафе, отмечают – это прекрасная альтернатива приевшемуся фастфуду. Правда, очень вкусно. Спасибо большое за это заведение, что открылись. Кинкали заказывала. Потому что люблю. Пробовала, конечно, в Абхазии первый раз, но здесь тоже. По доброй традиции кавказских народов, из открытия кафе сделали настоящий праздник. Гостям были доступны скидки на все меню заведения, а также возможность отведать некоторые угощения бесплатно. Назовите национальное мучное изделие с начинкой из сыра и яйца, которому присвоен статус «Непатериальный памятник культурного наследия». Хачапури. Абсолютно верный ответ, конечно же, вам аплодисменты. Это хачапури. Попробовать блюдо кавказской кухни бесплатно могли и слушатели «Радиоэкспресс». Каждый час в эфире ведущие объявляли секретное слово, назвав которое на входе в кафе можно было выиграть шаурму, приготовленную на углях. Планировал пообедать, ехал, слушал радио «Вашу волну» и услышал о таком мероприятии и сразу же помчал к вам. Кафе «За кухня» ждет в гости всех ценителей настоящей кавказской кухни по адресу проспект Строителей 90. Хотя, чтобы отведать ароматный плов или хинкали, достаточно набрать номер телефона 8 937 405 4040 и заказать доставку в любую точку города. В Пензе завершились всероссийские соревнования по плаванию, посвященные первому мастеру спорта СССР в нашем регионе Людмиле Рожковой. Их организовала детская лига по Волжье. В турнире памяти приняли участие более 70 команд из 27 регионов нашей страны. Юрий Конгуров наблюдал за заплывами. Юные спортсмены от 9 до 16 лет распределились на три возрастные группы. Правила не самые строгие. Каждый волен выбрать наиболее удобный для себя стиль. Унификации требуют лишь эстафеты. В целом трехдневная программа – это не только соревнования. Организаторы постарались сделать пребывание гостей из других регионов в Пензе максимально насыщенным. Помимо всего, наши все соревнования проходят в виде праздника. Это сделано для того, чтобы немножко расслабить спортсменов, чтобы они как-то отвлеклись после соревновательного дня и окунулись чисто эмоционально в другую атмосферу. Поэтому после первого дня соревнования у нас все ходили на мотивирующий фильм. После второго дня соревнования у нас была мега-дискотека, куда они также приходили, где просто был такой замечательный, фееричный праздник. Более 70 команд из 27 российских городов. Чтобы охватить такой масштаб, в качестве судей на турнир пригласили 50 профессионалов. Один из самых опытных – Георгий Ерохин. Он не только следит за заплывами, но и помогает советами своим коллегам. «Самое главное, что они прислушаются и стараются это делать. То есть нет такого, а я вот знаю, о чем мне тут говорить. Нет, здесь очень все корректно. Они воспринимают, подходят, спрашивают, если не знают. Люди интересуются. Это не вот просто людей силков заставили загнать, посудить соревнования. Нет, они пришли, у них есть желание посудить, поэтому это очень радует». Многие из ребят, которые боролись за призы соревнований в Пензе, станут участниками следующего турнира под эгидой детской лиги плавания по Волжье. Он пройдет в Саратове уже в начале ноября. 9 октября Пенза впервые примет чемпионаты первенства России по эстетической гимнастике. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем 25 регионов страны. Сурский край на стартах будет представлен во всех возрастных категориях. Каждое движение или поддержка отрабатывается сотни раз. Команда по эстетической гимнастике «Сура» – один из лидеров этого направления в Пензенской области. За плечами у девушек немало соревнований, но на грядущем турнире они впервые попробуют себя в категории студенты. Несмотря на это, они рассчитывают попасть в призы. Тем более, что будут выступать перед домашними трибунами. «Посмотрели, подготовились. Работаем еще сильнее, чтобы быть достойными конкурентами». «Как мне кажется, на домашней арене еще тяжелее выступать, чем не дома, потому что здесь будут рассмотреть все родные. Нужно будет еще больше стараться, чем обычно». Бороться за победу на грядущем турнире будут спортсменки из более чем 25 регионов страны. Пензенские гимнастки выступят во всех категориях. Так на первенстве России наш регион представит команда «Триумф». «Сейчас у нас новая программа, которую мы составили этим летом. Поэтому мы, получается, работали над ней совсем немного, но совсем усилием. Мне кажется, она раза в два сложнее». Параллельно на пензенском паркете будут проходить сразу четыре турнира в различных возрастных категориях. Это чемпионат и первенство страны, всероссийские соревнования среди студентов, а также среди самых юных девочек. Национальная федерация эстетической гимнастики впервые доверила их проведение Пензе, поэтому ожидания от наших девушек высокие. «Они готовы выступать достойно, быть на пьедестале. Все спортсмены мы суеверны, поэтому желаем всем спортсменам удачи, потому что после столь долгих перерывов сейчас очень сложно войти в форму. И сейчас вся страна и вообще весь мир, по-моему, в спорте очень сильно потеряли. И вот мы сейчас стараемся все это нагонять». Первыми в борьбу за медали вступят младшие возрастные категории. Они покажут свое выступление 9 и 10 октября. А 11 и 12 числа за звание сильнейших в стране поспорят старшие девушки. К этому часу все новости. Я с вами прощаюсь. До встречи. Пензенская область В Пензе небольшая облачность. Осадки не ожидаются. Ветер восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, днем 10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Официальный курс Центрального Банка России. Доллар 72 рубля 92 копейки. Евро 84 рубля 63 копейки. Редактор субтитров А.Семкин